шалом дорогие друзья мессианская община шавей цион хайфа студия оазис медиа рады вам я продолжаю отвечать на вопросы мы уже говорили об израиле пытались понять восстанавливается ли он но как быть евреем в галуте должны ли все евреи в обязательном порядке ехать в эрот израиль особенно если учесть что есть возможность уехать в ту же германию с гораздо большим количеством льгот и возможностей вопрос интересные мне на него несложно ответить я понимаю что священное писание многократно многообразно постоянно говорят об одной и той же идее что когда еврейский народ был образован от авраама которого бог послал в эту землю быть в второзаконии сказано что по числу сынов израилевых господь устанавливал пределы других народов сложно понимаемое место но суть его очень проста что сила и благословение израиля каким-то образом мистическим влияют на благословение и развитие всех народов земли и вы знаете это мы можем проследить даже на основании новейшей истории израиля сорок восьмого года понятно не только хорошие вещи выходили из израиля как из любого другого места написано еще а говорит кто из нас без греха но мы видим что в большей мере благословение приходило на народы именно сорок восьмого года особенно в религиозных пробуждениях технологических вещах многих разных аспектах жизни и это вещь никем не отменяется потому что господь бог сказал об этом клятвенно не просто так сказал а клятвенно и вот сейчас это странная дилемма война разрушения и многие люди имеющие право на возвращение в из одной диаспоры из украины с россии из беларуси неважно с какого места уходят в другую в следующую диаспору за лучшей жизнью возможно технически финансово нее там обретут возможно а возможно и нет и я хочу сказать что если мы говорим о событиях 30-летней давности я помню как приходили верующие из народов в бывшие ссср и ободряли и христиан и евреев о важности алии то есть чтобы христиане могли помочь евреям собраться и двинуться в обитованную землю а евреев просто зажигали себя низкой идеей хочу сказать что последних лет так 10 а может быть и больше этот вопрос был практически замолчен понятно там и здесь некоторых общинах или церквях говорилось об этом но во многих местах про это не говорили и сегодня без вот этого наставления в слове как написано в послании римлянам как мы можем быть наставлены в вере если не слышим слова истины и мы понятно любим и правильно делаем когда говорим о важности спасения или о важности милосердия но вопрос алии это не хобби это не тахвив на иврите это не что-то такое заманчивое это одно из целенаправленных указаний священных писаний и крайне важно я просто ободряю вас подумать помолиться об этом если у вас сечет еврейская кровь что может быть для вас сейчас важно сделать и шаги первые в израиле непростые кстати как и в любом другом месте но слава богу наша система построена на прием новых репатриантов тех кто приезжают им есть значительная помощь включает самых разнообразных не 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 государственных нон-профит организации которые поддерживают в том числе и мы новых олим и продуктами и какими-то другими вещами чтобы каким-то образом хоть немного еще больше облегчить адаптацию в новой земле я хочу сказать берет время но вы и тем более ваши дети будете видеть благословение от правильного решения о том что вас призывает господь в землю праотцов в это время и не нужно искать другую диаспору и другую крышку и несколько шекелей или евро или долларов они не спасут вас но место в котором вы сможете почувствовать себя дома она может быть большим благословением как для вас так и для всех остальных ну вот так я смотрю на этот вопрос и вот на этой красивой ноте хочу пожелать вам всем благословения и подскажите евреям о пути в эрес исраэль пусть бог благословит вас